Трумка, друзья! Альянс это раса страдания, где тебе нужно страдать для того, чтобы победить. Но по крайней мере это такое традиционное, классическое, киберспортивное представление о том, как нужно играть за эту расу. Но в реальности есть много игровых стилей, есть много вариантов, что можно делать, есть много приколов, которые можно реализовывать в зависимости от того, как ты хочешь играть. И в последнее время я очень много вам показываю реплеев, которые доказывают это, особенно еще и с участием FQQ, китайского игрока The Alliance, с очень необычным взглядом на игровой процесс, который ломает представление о том, как нужно играть в 3-е Warcraft. И на этот раз он вновь демонстрирует нам какую-то дичевую стратегию. Почему? Потому что он повербилдил алтарь двумя рабочими, поэтому у него герой заказан раньше, чем у оппонента, как видите, тут только заказан Ренсер Смерти. В то время как здесь паладин уже почти вышел, нет никакого барака, ставят башню для того, чтобы защитить свою базу, и явно планируется что-то веселое. Это не паладин из трюки, по крайней мере, он сейчас не ставит кузницу и казармы, но может быть чуть попозже начнет это делать. Против него игрок Занежить, Байк, достаточно неплохой, на высоком уровне игры играет. Я думаю, может Фоня составить конкуренцию и в FQQ, особенно учитывая, что FQQ не какой-то там сверхчеловек и сверхигрок, в плане именно конкретного исполнения. Он просто прикольные стратегии исполняет, но качество исполнения достаточно серьезное, иногда хромает. Ууу, прям куча ополченцев без рабочих. Он собирается ставить базу, лесопилку, видимо, хочет поставить базу, поставить на базе стрелковые башни. На этой точке есть стрелковые крипы с средней броней, поэтому ополченцы их вроде как неплохо пробивают. Поэтому убил их в первую очередь, потом угромага. Талисман ускользания явно не совсем то, что хочется. Ну, а этого жреца можно спокойно добить. Слава богу, что добил его паладин, потому что он этим образом получил второй уровень. Ну и начинает сразу три башни ставить. Там, тем временем, нежить крипится. Получил немного опыта, проближается ко второму уровню. Хочет добить Акалита. Один раз атакует, будет свет и добьет. Обратите внимание, паладин прокачал неуязвимость. А вы можете поставить лайк и написать комментарий под роликом. Особенно учитывая, какие матчи я вам нахожу и какие матчи демонстрирую. Действительно, такого разнообразия и такого великолепия давно уже не было. Сам радуюсь, сам радуюсь, конечно же. Ну что, прибежал. В итоге, как бы поставил тут башни, но они не прокачались. Рабочих убирает, потому что иначе не умрут. И в итоге, видимо, стадегия в QQ немного пошла не по плану. Потому что построил башни, но их нужно отменять. Рабочие все это время бегали вокруг, не добывали ресурсы. Ну и они в итоге возвращаются домой. Грейт на добычу дерева не сделан, судя по всему. Берет еще опа ученцев и отправляет на эту точку. Тут есть QQ- охотник со средней броней. Его можно очень быстро убить, а он наносит большую часть урона. Потом почему бы и нет. Тун тем временем продавил талисману скользание. Купил венец богородства, копаки и посох. Для того, чтобы прибежать к своим парням. Ну и тут можно приблизиться к третьему уровню. Там тем временем Руси Смерти берет второй уровень. Башни все уничтожил. Д2 делает. Кладбище планирует играть стандартно. Большая банка маны. Отличная штука, понятное дело. Потому что как раз маны постоянно не хватает. Паладину прокачивает башню, укрепляет свою базу. Иллюзия чисто на разведку. Ну аура есть. В идеале теперь нужно приближаться как к третьему уровню. Однозначно могу сказать, что вообще непонятно, что делает FQ. То есть со стороны игрока за нежить абсолютно вообще непонятно, что делать здесь. Абсолютно непонятно, что делает его оппонент и что ожидать. Поэтому я могу ожидать любых действий от нежити. В том плане, что... Мне кажется, что могут быть допущены ошибки. Потому что нет понимания того, что происходит на карте. Но, кстати, обратите внимание. Очень круто прокачался паладин вообще. Потому что одна из самых больших проблем паладина заключается в том, что паладин очень тяжело качается. Но если он возьмет третий уровень, будет круто. Потому что может прокачать неуязвимость и второй свет. И заниматься вот такой вот грязью. Там Хойл сейчас прилетит. Надо пытаться Акалитов убить. Но смотрите, как очень круто байк закрылся. Он очень круто поставил здание. Теперь не может паладин подойти просто к Акалиту и убить его. Потому что нужно тычковать с одного света. Он не убьет. Нужен в цвет третьего уровня для того, чтобы просто убивать магазина. Нет. Ну, это давай, делается. Берется боя поученцев. Видимо, на эту точку. Лабораторию хочет закрепить. И, возможно, купить дирижабль. Для того, чтобы сюда дезантироваться и убивать рабочих. Он, правда, всего одного максимум убьет. Ну, двух максимум, если сильно завтыкает оппонент. Точку легко тоже легко... Очень легко ее крипит. Потому что средняя броня. Поэтому рабочие быстро убьют кулакаров магов. Потом уже остается следопыт. Которого не составляет труда добить. Небольшой криппинг. Сенсор смерти приближается к третьему уровню. Ставится кузница. Больше башен. Крошера нанес для того, чтобы было больше дерева. Теперь дефицита дерева у FQ вообще не будет. Учитывая, что он постоянно бегает туда-сюда рабочими. С деревом у него действительно проблемы. Опять талисман ускользания. Как же не везет. Но, как бы то ни было, каким бы ни был плох артефакт, его всегда можно продать. Это важно. Дирижабль в итоге не нанял. Только крошера. Продает талисман ускользания. И просто бежит дальше. Ну, с крошером у него сейчас должно быть много дерева. На башню он много потратил. То есть 5 башен, 250 дерева. Только грейды. Паладин смотрит, есть ли дополнительная база, видит, что нет. Чувствует себя поспокойней. Тут, как видите, не пройти к околитам. То есть просто их не убить. Не зайти внутрь. И при этом зиккурат еще прокачивается до башни духов. Для того, чтобы точно Паладин уже ничего не смог сделать. Феррум построил. Второй лич. Третий рыцарь смерти. Амулет энергии. FQ в итоге нанял дирижабль. Это то, о чем я говорил, да. А там наняли подрывника. Подрывника для того, чтобы попытаться что-то уничтожить. В Каладин возвращается обратно. Видимо, он будет пытаться уничтожить подрывника. Его светом нельзя убить, потому что он живой, а не нежить. Пытается в окружении. Есть видок телепорта. Поэтому он в любом случае сможет уйти. Ой, а подрывник сможет зайти. Он в Кузинцу зашел. Кузинца уничтожена. Есть Т2. Будет он заказывать второго героя. Неуязвимость закончилась. И Паладин уже начинает страдать. Пытается отойти. Магазина внутри нет. Ставит мастерскую. Горяет на защиту здания. Прокачивает черный порох. Просто бежит вниз. А где дирижабль? Это снизу? Да, вон он. Кузинца в итоге упала. Ну, мастерскую заказал уже. Посмотрим, что будет дальше делать. Там башен много. И первое улучшение на защиту здания есть. Поэтому, в принципе, есть чем защищаться. Дирижабль тем временем поднял Паладина. И хочет. Ну, блин, там очень прокачанные башни духов. Поэтому фиг он там долго будет стоять. Но одного Акалита он убить в теории может. А там делается Т3. Поэтому даже если одного Акалита убить, это будет серьезный удар по добыче золота. Да, порядок. Магазин в итоге упал. Ну, башни, конечно, капец защищают. Но, как видите, Паладин не дает возможность добывать золото спокойно. Блин, ну, так долго находиться здесь, конечно, такое себе. Он догибрячется. На ней должен падать Дирижабль. Сетку заказывает для того, чтобы можно было поймать. Четыре стрелковые башни. Это супер много. Ресурсов ФКК, на самом деле, много. Д3 нажимает. Блин, он рабочих не сможет заказывать. Поэтому сейчас получается выгодно его рабочих убивать. Но, действительно, если ему хватит пять рабочих для того, чтобы золота добывать, потому что дерево все равно добывает... Крошер. Магазина-то нет. Но можно попытаться забрать паука одного. Одного паука должен забирать. Четвертый уровень. Это вторая невоязвимость. Первая невоязвимость очень короткая. Поэтому желательно отойти. Статуи есть. Они восстанавливают здоровье. Поэтому прям... Долго убивать врага. Несколько напряжено. Но, видимо, он хочет заставить нажать цветок телепорта рыцаря смерти. Как-то вот так вот. Башня еще пытается. Гореть на защиту здания им больше не делает. Это новый дирижабль? Да, у него два дирижабля. Нажимает теперь вторую невоязвимость. Большая банка маны есть. Поэтому, в теории, может ею воспользоваться. Это, конечно, забавно. Как паладин на сапогах не может догнать рыцаря смерти с первой аурой без сапогов. На город напали. Ну, в принципе, поражает цветок телепорта он заставит, судя по всему. Нет? Да ладно? Что? Не хватило урона. Если что, у героев 25% сопротивление урону. Магическое. Магическое вступили в бой. Торку у героев. Ну. Зебанк. Да ладно, и он выжду. Ё-моё, ну это просто издевательство какое-то. Он банку маны прожал. Не, ну аура рыцаря смерти, это, конечно, просто broken штука. Потому что, мало того, что скорость восстановления здоровья и скорость... Короче, мало того, что скорость передвижения, так еще и скорость восстановления здоровья. Повжать лечь с ушей! Ха! Не в этот раз. И вот таки паладин каким-то образом отбился. Ну, пробивать просто эту крепость несколько тяжеловато, само собой. Магазин ставит для того, чтобы восстановиться. Маны на свет пока что нет, но вот сейчас вот будет. Будет ли использовать? Или просто добьется руки? Да, нет смысла ману тратить, и так можно добить. АТ-3 скоро будет. Кузинцу отстраивает. Светилище. Для того, чтобы кастера, видимо, сделать. А там тем временем базу ставит, между прочим. А-а-а, он с дирижабли вот так вот рабочих отправил. И ресурсов много, но бы еще бы башни поставить. Типа втихаря, чтобы враг не заметил. Две банки здоровья есть для того, чтобы защищаться от фокуса света? Невызвимость бы еще купить. Вот и купил. Возможно, светокисцеление. Но ресурсов, возможно, не хватает. Блин, у леча хорошие артефакты, плюс 13. Ну и просто тыкает в паладина. Ману восстанавливает. Фига, сферу огня купил. Для того, чтобы лечение было хуже по цели, которую он бьет с руки. Эээ, блин, тут базу спалили в итоге. И башен нет. Возможно, всегда нужно начинать с башен. Чтобы не было такого. Невызвимость скоро закончится. Ну слушай, он может заставить рыцаря смерти нажать телепорт. Но нет. Судя по всему, нет. Маны не хватает. Невызвимость закончилась. Но ратушу будет долго уничтожать. А там, тем временем, танки заказывает. И Т3 уже есть. Заказывает блатмака вторым героем. Магазин есть. Можно там восстановиться. Но ратуша будет долго падать. Реально. Блатмак дает ману. Важный момент. Мне просто побежит дальше убой. Может там вурдалака убивать. Рыцарь смерти ушел. Купил невидимость. Для того, чтобы можно было героя спасти. Вместо как невызвимости. Не прикольная идея. И маны много. Поэтому другие цели нет смысла атаковать. Кроме рыцаря смерти. Он нажал невидимость в итоге. Хитер. Хитер. Не видит. Но с другой стороны может атаковать другого юнита. Для того, чтобы рыцарь смерти Коил использовал. Вот так вот. Делаем такую рыцарь смерти. Коил был слабее. За счет лукиной сферы. На постахе пытается вернуться. Для того, чтобы не умереть. Как говорится, Фиусу Кеймен. Владмагу нужно восстановить ману. Волшебница. Волшебница невидимость может давать. Танки копит. И дирижабли есть. У него два было. Ратуша все-таки в итоге упала. А где второй дирижабль-то? Войска вступили в бой. Уничтожили? Возможно. Ну, байка такая легкая паника. Опять же, он все еще не понимает, что делает его оппонент. Паника в том, что как бы он просто качается. А, наверное, в его ситуации... Желательно заниматься разведкой и ставить базу. Ну, идет ставить базу. Хорошая идея тогда. Угу. Уу, один просто побежал. У не заметил. Видимо, в этот момент базой контролил. Поэтому не заметил. Делается грейд на атаку танком. И действительно танки планируются. И вон они на дирижабле полетели. База ставится. Он стал защищаться как-то надо. Кузин, чтобы нового поставить. Дает ману жрецу, чтобы он восстанавливал здоровье. Ману героев забирать бы. Под боком есть магазин, поэтому банку здоровья, если что, можно купить. Паладин зикурат пытается уничтожить. Чтобы можно было зайти внутрь. Опять же, труповозки нет. Поэтому первые танки будут сверхуспешны. Ага, вон, собственно, уничтожает дополнительную базу. Отменяет ее, точнее. Кузин со второй грейд качает на атаку. Куча танков в заказе. Желательно, конечно, вторую мастерскую поставим. Потому что как есть. В итоге отправили на ремонт. Ну, можно вурдалаков забрать. И таким образом немного порезать деревянную экономику. Приблизиться к пятому уровню. Он уже не получает дополнительный опыт за то, что он соло-герой. Но! 40 опыта, это все еще 40 опыта. С одного вурдалаком. Вот, смотрите, как Па-1 затанковал. И решил все-таки Зюкураты уничтожить в первую очередь. Зато идея, что все равно не сможет он рутники уничтожить. Постанте временем пробития внутрь идет башня. Потихоньку уничтожает. Очень сильно не хватает грейдов на броню здания. Только один. Но Пауки падают потихоньку. Вон Паук один раз. Погиб. Новые танки. Пытаются с кастерами разобраться. Па-1 гоняет в очередь Акалитов. Для того, чтобы они не ремонтировали. Один Зюкурат был уничтожен. Там 45-й уровень. Дубая цель умрет, будет 5-й уровень. Сейчас, судя по всему, будет уходить. И одну цель бы убить, реально. Ой, там прям внутрь заходит. Банку маны можно выпить. И добить. Эх, банки маны не было. Не купил. Вот, есть теперь. И может добить. Нет, добить света муниль не сможет. Махровий умер. Поэтому пытаются уничтожить алтарь королей. Эээ, есть 5-й уровень, 3-й свет. Теперь он 300 урона наносит. Шота эта Калита. Больше половины хп по укусу носит. Новые башни пытаются отстраивать. Кузница нужна для грейдов. Потому что 1-0 это слишком слабенько. Па-1 под невозимостью. Просто бегает, наваливает. Танки пытаются выйти. Они на себя, ну, в Суде выигрывают время. По большей части. В Рыцаря Смерти играет. Но тут крепкий. У того, аж 950 здоровья. Просто так это не пробить. Маккро вернулся. Это герой первого уровня. Поэтому он супер быстро восстанавливается. Ну и зелье ясности. Золото-то имеется. Плюс-минус. Но, блин, терять все эти здания не хочется. Дирижабль без ничего. Побитые танки. Калитин опять вышел. Нажимает невоязвимость. Новые танчики выходят. Войска вступили в бой. Делает, наконец-то, второй грейд на броню здания. Маккрою пытается получить свою ману. Калитин. Ну, нужно быть аккуратнее, как минимум. Банкоман и банка здоровья. Ну, с одной базы, конечно, тяжеловато играть. В свою очередь, Андетт пытается поставить базу. Ну, просто танки отправляют. Три танка. Ну, блин, два танка из этих просто супер побитые. Друповозки, правда, нет в свою очередь. Ну, там кайу и есть. Ну, это просто, да. Ой, у Боба как! Яйца просто. На 10 хп. И преследуют рыцаря смертью. Ну, то вторая аура, он очень быстрый. И он невоязвимость нажимает. Влечатель работает. Неоязвимость очень долго работает. Уху! Войска вступили в бой. Решу не подходить рыцарь смерти, потому что или он, или лич. Решу лича дать, потому что он на уровень ниже. Вот что свет животворящий делает. О, стапнул. Плодмаг. Как дешевле восстановления здоровья. Магический знак качает. Ну, чтобы тени не было, например. Плюс еще просвет с магической башней можно будет делать, если сделать просвет с магической башней. Какой же странный матч. Какая же наркома. Я даже захотел так поиграть. Это просто бред какой-то, конечно. Войска вступили в бой. Ну, и оппонент немного сломался. То есть, нет ни труповозок, там, знаете, каких-то... Труповозки хотя бы, чтобы быстрее здание пробивать. Там, труповозки, чтобы с танчиками работать. Он не строит дома. Но, тем не менее, у него все под контролем пока что. Там паладин побежал. На него невидимость использовала волшебница. А дэпство бы прокачать, конечно, жрецам. А то они все еще ученики. Невидимые усы с молотом побежали. Сейчас он точку пытается покрепить. Ну да, вы сами видите, что происходит. Ну, там, конечно, четыре башни духов. Это реально дофига. Ну, а калитов будут массово погибать. Просто свет, минус а калит, свет, минус а калит, свет, минус а калит. Можно по врудалакам работать, конечно, вот так вот тоже. В том числе, не самая плохая идея. Ну, двух врудалаков убил. Ослабляет добычу дерева, в конце концов. Битва рабочего против врудалака явно не самая честная, скажем так. Нужно возвращаться домой, потому что невозимость закончилась. Что с красной точки выпало, кстати. Шлем доблести, силы и ловкость. Ну, такое. Не лечу ни ресурс смерти. Это особо не надо. Лечу. Больше хп? Не, ну, в принципе, больше хп для того, чтобы воевать как-то с светом. С светом и выше скорость атаки у леча. Поэтому, возможно, это неплохо. Ну, какой-то медальон храбрости был бы поинтересней. Ну, просто преследуют. Вот, невидимость. Просвет с магической башней есть в целом. Можно использовать минус статуя. Ее никак не восстановить с помощью кайла, потому что это механизм. Механизм кайлу кидать нельзя. Ну, скоро невыязвимость закончится. Нужно будет думать, что делать дальше. Вот это наглость, конечно. И там четыре танчика с другой стороны. Но без кузницы, без грейтов. Вот только кузницу достроил. Маг крови погиб. Это герой первого уровня. Он быстро очень вернется. Нужно друг аутарь построить. Пытается преследовать рыцарь смерти. О, по-моему, тот должен будет сейчас телепорт использовать, нет? Не, он все-таки убежит. Или нет, подожди. Да, заставляет. Не смог убежать. Не понял, что ушел или что. А там танки, те времена, в бой идут. И пытаются добить рыцарь смерти. Там две банки здоровья. Три банки здоровья было. База вот тут снизу. Это, конечно, просто прикол. Но банки здоровья на перезарядке. Поэтому есть очень серьезная вероятность того, что рыцарь смерти сейчас умрет. Да, шестой уровень. Это третья невыязвимость. Утимейт не нужен. Что тут воскрешать? Рабочих, что ли? Мне просто танки пробивают. Прикол в том, что там... А, он ауру прокачал для танков. Интересное решение, ничего не скажешь. А трубовозок-то нет. И танки просто проносят здание. С другой стороны, Андетт сверху базу поставил. Так, ранее на танк пытается отойти. А калиды пытаются ремонтировать. Маны на то, чтобы купивать, нет. Такое чувство, что не сможет уничтожить. Потому что сейчас один из ста... Или нет, или все-таки сможет. Ой, да ладно. Уничтожил! Ха! Я все так телепорду, блядь! Что происходит? И спаз еще. Капец. Так, а утарь? Бладмака нужно восстановить хотя бы ради стаффа. Первого уровня. 170 золотых монет стоит. Ставку пил еще один. И просто восстанавливается. Тут база снизу, это, конечно, прикол. Надо зелье ясности купить, да. Ну, ландед пытается найти, что ему делать на карте. В принципе, штукатурить вражескую базу тоже норм. Таким образом он сможет контролировать оппонента. Но там по один. Блин, конечно, без третьей невоязвимости будет сложнее. Потому что все-таки... У, хорошее окружение! Крутое окружение. Но, вы сами видите, что происходит в итоге. Просто все умирает. Ну, паука можно убивать. Там рыцарь смерти вообще возвращается. Да, вступили в бой. Алтаря-то нет. Да и лимита нет. А, не, лимит есть. Окей. На город напали. Клича сейчас убьет. Невидимость купил. Успеет? Порошок купил, чтобы не дать противнику. В итоге выжил. Просветствует с башней. Но башня, судя по всему, на перезарядке. Или он просто не успел. Но как бы то ни было, лечь выживает. И выкупает рыцаря смерти. Наконец-то накопил ресурсы. На проклятой земле можно постоять. Потому что аура рыцаря смерти. Проклятая земля. Вы сами видите, какая регенерация. А там танчики пришли. Ого. Ого. Ну, блин, тут шахту уничтожают. Танковый террор просто. Блин, это игровой стиль. Это просто что-то с чем-то, конечно. Просто FQ это, я не знаю. Реально. Вот реально. Он заставляет страдать. Я этим просто восхищаюсь, реально. Раса, которая обычно страдает. В руках FQ превращается в машину, которая заставляет страдать. Это как, знаете, месть за каждого игрока, за альянс. Можно понимать, что в ходе съемок ни один андет не пострадал. Возможно. Потому что, опять же, восстанавливается. Танки заказывает. В кутнице крейды бы на атаку делать. Тут рука 1-0. Держа бульдом и вернуть шахту. Тут закончилось. Блин, там башен нет. Как же поздно, конечно, FQ башни тут ставят. Да, тут сейчас прикол будет. И в итоге тут сейчас все будет уничтожено, потому что башня заранее не поставил. Опа, здрасте. А в смысле? Что за фигня? Ну, там танки просто на мейн пойдут и будут его добивать. И он такой, окей, понял. Ферштейн. А теперь тут заметил, ага. Ну, вот видите, а если тут были башни, было бы проще. А так, башни не прокачаны. И в итоге это, конечно, сладкий пирожок просто, а не база. В пункте времени опять шахту убивать. Снизу справа хочет поставить шахту. Ресурсов не хватает. Нужно что-то продать. Или что-то, или артефакт, или здание какое-то. Башенки, точнее, это танчики пошли на мейн. В бой. Танки можно спасать стапом, если что теперь. Там даже два стапа. Что отдельно хорошо. Но рыцарь смерти хочет гонять. Рыцарь смерти сам себя просто лечить не может. Только банки здоровья. И пробивают. Очень сильно не хватает, конечно, улучшений на атаку. Танкам бы это сильно помогло. Пока что он просто хотящий корм для противника. Там скоро будет третий Коилл, кстати. Ой, третья нова, точнее. Третий Коилл уже есть, и будет третья нова. У-у-у, ну, сами видите, рыцарь смерть просто пол-хэпой. Теряет двух способностей. Даже больше. Декураты пытаются уничтожать. Это тоненькие, но при этом важные здания. Он просто разбирается с Акалитами потихоньку. Там один танк ставнул. Крошера отправил гонять рабочих. Пилить мясо Акалитское. Все-таки у него 6000 дерева хватит уже навсегда. Танк убили. Пятый уровень, третья нова. Тратуша пока что стоит, но это вот, что правильно. Пока что. А, ну, шахта Саку уничтожилась на мейне. Есть пять рабочих. Сюда было бы хорошо отправить, но... Кто позволит? Каладину бы, конечно, восстановиться. Аура Архимага. Тут была у Мега в тему, как артефакт. Крупка Кадгара. Какая-то тут ратуша будет уничтожена. Вон, это и есть ресурсы, чтобы поставить шахту. Нужно только теперь убивать Акалитов. Но их много. А я рада, что все-таки будет уничтожено. Почередное окружение. Тут можно вурдалаков забирать. Потом просто на пост плюки. Потом будет опять же Койл Новый. Но все вурдалаки, или большинство вурдалаков погибло. Вот таки по-1 вернулся домой. Рабочий пытается идти на золото. И проверяет. В принципе, тут такая вот добыча золота через пол карты. Но даже это желательно пресечь. Потому что таким образом можно там восстановить героя в алтаре. Если прям долго копить. Или артефакт какой-то купить. Любое золото это ресурс. Там танки пришли на мейн. Очень сильно напрягает, конечно, башни духов прокаченные. Много урона наносят. Но золота нет у нежити, чтобы отстраиваться. У-1 смотрит, есть ли тут что-то. Видит, что нет. Успокаивается. Сверху ставит проклятый рудник. Его крайне хочется отменить. А танков больше толком не осталось. Может быть, дирижабли? Нет. Можно тут спать, но там паук с сеткой. Поэтому дирижабли легко поймают и уйдут. Ставает один танк. Который, может, успеет. Успел. Хорош. Найс. И ни один танк не был потерян. Но опять же, эта шахта сверху супер сильно напрягает. Пока что альянс они не в курсе. Но это только пока что. Тут танк ждет своего момента. Тут танк полностью восстановился. Армия кастеров дома. С вурдалаками пытаются разобраться. Все-таки халява. И более того, седьмой уровень получит третью невоязвимость. Пытаются перебывать в Маин. Все-таки ремонтировать его теперь нечем. Потому что золото не добывается. В то время как у нежити скоро золото будет добываться. Дерево 500. Мало. Но. Хватит. Хватит на некоторое время. Для того, чтобы какие-то маленькие подзаказы делать. А потом можно будет, если что, вурдалаку отстроить. Ну что ж. Дюкраты там потихоньку падают. Танк просто преследует. Потому что нет осадного урона. Есть, конечно, проблемы с этим. Но его уничтожили. В последней очереди, потому что нет улучшения на броню. Вот это где-то минус 2 брони было. И юнит получал вроде как на 11% больше урона. Или около того. Вторую ауру прокачал. Не третью невоязвимость, а вторую ауру. Вот это вот радикальненько, конечно. Ну что ж. Ставнул танк. Паладин! А! Внутрь будет телепортироваться. Ну там опять коил нового будет сейчас. Надо невидимость от волшебниц сходу. Успеет? Успел. Найс. Там паук еще отвалился. Ну а и жрец будет восстанавливать здоровье. Ману пытается забрать. Успеет ли? Ээээ. Слишком тоненький блодмаг. Потому что только первого уровня. И золота на его восстановление в принципе нет. А тут база ставится тем временем. Ну просто не тут можно золото добывать. Для того, чтобы не было преимущества вступили в бой. Опять же невоязвимость есть. Просто светом прикрывается. Сможет ли он туда достать? Сможет ли он туда достать? Судя по всему тем... До тех околитов просто не достает. Слишком далеко. Что он в целом резонно. Или достает? Достает. Хе-хе-хе-хе. Но теперь нужно отходить. Более того, там неуязвимость заканчивается. Здесь жабли хочет спрятаться. И хочет внутрь сюда для того, чтобы околитов убить. У-у-у. Там паук с сеткой. С другой стороны пофиг. Пускай умирает. Он на посохе уйдет. А я коил. Все равно минус один моментальный. Особого смысла даже в этом кайле не было. И просто на посохе уходит домой. И нормально себя чувствует. Продает что-то. Надо просто ману восстановить. Делие ясности какое-то. Мага крови заказал. Все-таки зелие ясности больно дорого заказывать. Один танк остался. Один последний танк. Казахстар биться. Там очень много башен, конечно. Но нет неприступной высоты. Работает по Руссеру Смерти. Маны мало. Нужно дать ману Паладину. Паладин есть. Минус Руссер Смерти. Гарантированно. Есть. Второй уровень у Паладина. Ой, да ладно. Неужели из-за этого сейчас проиграет? Потому что у него же 0 Акалитов. Но есть лимит для того, чтобы нанимать. Но есть ли время для того, чтобы нанимать. Потому что там сейчас просто погибнут сверху Акалиты. Паладин опять на них придет и убьет. И нет маны. Да ладно. Лич выжил. Офигеть просто. Не, ну можно побегать. Может быть мана восстановится. Но он в итоге забил болт. Лич. Невидимость покупает. Порошок купил для того, чтобы не дать противнику. Статуи погибают. А у Альянса есть лимит какой-то там. Танк даже какой-то есть. Тут можно все уничтожить. А потом сюда прийти и все уничтожить. Олк умирает. В итоге все равно у него есть один герой. Выкупил. Нет маны на Коил. Ну а что дальше? И в итоге Кукарача Акабайка конечно сдается. И ФКК выигрывает. В принципе он прав. Потому что ему этого паладина нечем останавливать. Тут просто светом его убьет. Маны нет. Эти здания падают. А потом можно под неуязвимостью паладином добивать эти здания. Например просто. Или просто прийти и на сколько он взять. ФКК конечно мастер удивлять. Это просто безумец на самый настоящий. Эта стратегия очень вдохновляющая. Может быть даже сам я ее как-то поиграю. Но нужно на каких-то конкретных картах. Где можно вот так вот качаться. Как он тут демонстрировал. Надеюсь вам понравилось. Спасибо большое что были со мной. Всем до встречи и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok